Чудо! Может быть, сегодня и заведем? Поехали еще раз. Второго цилиндра полилась вода. Вот мы ее видим, свечу это, где у нас была вода. Ребята, по-моему, завелась так. Я даже не знаю, что будет, за то, что у меня нет траковки, у меня нет регистрации. Рычаг. Как вы думаете, на таком можно ездить, нет? Регулярно загорает ошибка по аэрбегам. Я еду, но не к тебе. Взлетаю, но не с тобой. Едем, едем, ребята, поджигать! Там что-то дымит, дымит! Ну что, у нас приехал Вреж, специалист по БМВ, по ремонту и по всему. У нас не БМВ, но тем не менее. В общем, Вреж сейчас своим профессиональным взглядом посмотрит, что с машиной. И чудо, может быть, сегодня и заведем. Будем посмотреть. Будем посмотреть. Фильтры, кстати, я открыл, можешь глянуть. Вот, мне это очень важно, сейчас сюда записать. Давай пошаговые действия, то есть, ты сейчас хочешь снять вот это, чтобы посмотреть, что в движке, правильно я понимаю? Да, посмотреть, где попала водичка Игоря. Вот видим, что все чисто сухо, это идеально, никаких налетов от воды, ничего нет абсолютно. Давайте загрузим дроссельную заслонку. Да, то есть, понять, что у нас там с влагой. Ничего, сухо у нас там, воды здесь не было. Это очень хорошая новость, двигателя не было воды. Но. Но? Выкрутим свечечку или что? Да, выборочно. То есть, если вода через воздушный фильтр попала, тогда все. Все фильтры воздушные, они бумажные, поэтому сам понимаешь, была бы вода, он бы распёрл его, да? Ребят, многие говорили, ну чего ты, давай, ну заведи, давай уже, пуск сделает. И бери утопленник. Да, это батарея. Это не BMW, это Chevrolet. Не идёт, да, у нас вышло. То есть, у нас смазка для хорошего контакта там ещё сохранилась. Да. Свечку вон там, в смазке можно посмотреть. Там было всё герметично. Один из ответственных моментов. Всё чудесно. Сухо. Рабочее состояние свечи. Свечи хоть какие стоят. Американская свеча. Американская шляпа. Made in USA. Ура. Мы сделали это. Тоже сухая? Нет. Нет влага? Влага нет ноги. Да ладно. Выкручиваем свечи. Все свечи выкручиваем, делаем продувку, ставим свечи, запускаем двигатель. Шоу продолжается. Пошла вторая сторона, мы вынимаем свечи. Бриша, у тебя даже ремень BMW Motorsport. Это как? У тебя ещё и кроссы BMW Motorsport. Причём ремень из Германии, из Мюнхена заказывал. У нас вторая свечка ушла вниз. Опа, сухая. Как-то выборочно она залила. Куда закрытая, куда открытая. Положение пошло не зависит. Слушай, ну судя по этой свечке воды там до хрена. Ты мог бы однажды ночью не заснуть и пойти завести. Ага, потом с гидроударом ещё на месяц встать. Ребят, логичный вопрос, можно ли прикуривать вообще от гибрида или нет? Смотрите, она поехала, вообще бесшумно просто. Kia Optima гибрид. Давай. Вот мы прекрасно видели, что у нас со второго цилиндра полилась вода. Вот мы её видим, свечу эту, где у нас была вода. Ну и откуда больше всего воды у нас и вылилась. Ну понятно, болото было в первом цилиндре. В втором цилиндре была вода у нас. Поехали ещё раз. В Америке есть сеть магазинов автозон, в которых продаётся всякая хрень для автомобилей. Ребят, тут есть супер дил такой, можно увидеть. Регуляр масло стоит 35 долларов, а синтетик стоит 43 доллара. Туда входит фильтр масляный и фильтр воздушный. Аккумулятор свечи, масло, фильтр. А что есть? Ребят, аккумулятор стоит 203 доллара, 204. Но есть фишка, если я привезу свой старый аккумулятор, они вернут мне 18 долларов. Да? Да. Отлично. 403 доллара, чтобы реанимировать машину и сделать необходимые действия. Машина-то дорожает. Ну а ты как хотел? Ну, но не так. Выкладывать еду не в моих правилах, но, ребята, это прям вот ин-н-аут супер бургер. Это animal style. Да. Очень вкусно. У нас тут вода под аккумулятором. Да, питание появилось. О, зажёгся свет. В масле у нас воды нету, можно с него запускать, наверное, масло опять. Ставим свечки, аккумулятор уже поставили и пытаемся завести. Мне доверили поменять фильтр. Говорят, у тебя руки растут только оттуда, где фильтр можно поменять. И чтобы вы понимали замут замены фильтра, он очень простой. Вот так вот выкидывается одно. Тут вот мы вытряхаем грязь и вставляем новый. Я фильтр заменил. Пришёл наш пит-стоп, минерал куза, привёз нам пиво. Да, там ребятки темнокожие мне там кричали. Молодец. А ты любишь чёрненькое, да? Свечи на месте, фильтр на месте. Мы будем сейчас заводить. Вся эта ситуация сейчас с машиной, вот эта вот погода, ветерочек, вот эта вот весна. Мне напомнило, когда мне было 16 лет, у меня был Юпитер. И я возился в гараже. Стояла Волга старая, ГАЗ-24. Вот так же абсолютно с друзьями я тусовался, мы пытались что-то сделать. Всё поменялось, игрушки стали чуть дороже и мощнее. Смысл не меняется. Я ни за что не отвечаю, что там сейчас произойдёт. Свечи, если что, меня ломают. Я вас в первый раз вижу. Момент истинных, давай! Теперь давай танцуй! Что случилось? Ребята, по-моему, завелась. Давай ещё разочек. Выхлоп белый, смотри, дымит как. Затвичка, ну что такое. Транция есть, но мы сейчас почистим все ошибки, вот ошибок, всё уберём, работает. Наботало. Спасибо тебе, дорогой. Красавчик. Смотрите, как он красуется перед камерой. Ребята, смотрите, всё работает, всё шепчет вообще. Температуру посмотрим, бензин посмотрим. Бензина больше, чем у бака. Три-три-три-три-три-три-три, да, я понял. Чек-энджин горит у нас, двигатель. Сейчас мы всё проверим. Я купил дым-машину. Я вас конкретилирую. Ребята, просто, вот честно. С чудесной покупкой, ребят. Спасибо. Вот топливник, вот топливник, вот он вот топливник. Ребята, у нас дует кондиционер холодным, всё нормально, всё работает. Я бы трубку курил. Если был моряком, мой парус обдуваю, тысячи ветров. 6,2 ребят, 425 лошадиных сил, жёлтая комара. Мой бамблби. Новое свежее утро. Снова нас ждёт за окном. Голос ещё не проснулся. Сегодня день доказал то, что если ты очень чего-то хочешь, ты можешь это сделать прям сразу и сейчас. Мне все говорили, что привози машину в сервис, мы её поставим, там на неделе посмотрим, всё прочее. Но я же не могу оставить своих подписчиков без контента свежего. Что, ребята, первые шаги нашего комарика. Ох, муха, что я купил, а? Мама. Мама. Это полный, прям вот другого слова я не могу найти, потому что она срывается с места, она просто рвёт. Пацаны, всем привет! Я на парковке, да-да, зайка вот здесь. Завтра мне нужно ехать на другую часть города для того, чтобы заменить все жижи, для того, чтобы отдать машину на детейли. Эвакуатор стоит 200 баксов. 200 баксов, ребят, эвакуатор. Ну, короче, жаба душа, хочу помыть машину сегодня и завтра на ней с утречка поехать. Что я могу сказать? Очень даже... Очень даже все заводится, все работает нормально. Замут такой. У меня нет на машину ни документов, ничего, потому что они еще пока не пришли, а когда они придут, я вам все это покажу, и мы поедем к этому человеку. Короче, неважно. Я хочу сейчас отмыть все вот эти вот надписи, которые у меня есть на машине, вот, потому что это реальное палево из-за того, что это аукцион. Отмоем стекла и поедем на моечку на районе, попробуем ее помыть. А завтра мы поедем на другую сторону, на другую сторону Лос-Анджелеса. И там мы попробуем поменять все масла, фильтра, жижи, а также отполировать, сделать детейлинг. Парни, смотрите, как движочек работает. Все тихо, все четенько. Вообще прям не слышно. Я просто не хочу на них жаривать, пока масло не поменяю, а то как-то опасно. Мне сейчас нужно прикрутить номера, ну у меня их нет, у меня есть там старые машины. По правилам штата Калифорния, ну в принципе в Америке в большинстве штатов так. Передние номера, они в принципе не нужны. И я вот езжу, допустим, без передних номеров, но задние, чтобы они были, штраф от полиции 25 долларов, если у тебя нет номеров. Но я даже не знаю, что будет, за то, что у меня нет страховки, у меня нет регистрации, в принципе, пока еще документы не пришли. Прикрутим левые номера, чтобы не привлекать внимание, поедем на моечку, отмоем машину и поедем завтра в сервис, для того, чтобы все до конца до ума доводить. Сейчас в машине чуть-чуть разобрать, вытащить мусор оттуда, а то как-то совсем стрёмно, там прям бардак, помойка. В вещах копаюсь, пацаны. Я вот тут курточку нашёл в машине, о, она у меня даже идёт, беру, я нашёл пряжку, настоящую американскую made in USA, очень классная, из Луизианы, кому нужна, не, реально, серьезно, если кому нужна, давайте разыграем, в комментариях пишите, мне нужна, из тех кто будет, я выберу этих людей и разыграем эту пряжку, как, я пока не знаю, но мы разыграем, я обещаю, да, и отправлю, серьезно. Мальчишки, поехали на мойку, всё, номера прикрутил, стёкла протёр, как мог, смотрите, надо поменять масло, нет ни одной ошибочки. Ребят, мойка автоматическая, вот здесь вот заезжаешь на такую хрень, становишься и машинку отпускаешь, первая мойка после потопа. Автоматическая мойка в Америке работает вот так, то есть машинка загоняется на рельсы, ставится и сама едет. Она огонь, серьезно, вы гляньте, она просто вся горит. Ничего себе, ребята, 300 машин в день ребята моют, по 10 долларов, это минимальная мойка. Доброе утро. Точнее у нас, утро у вас может быть день, вечер, ночь, а также всё, что угодно. Сейчас отправляюсь на другую сторону Лос-Анджелеса для того, чтобы сделать дитейлинг и заменить все масла, фильтра и всякие жижи. Попробуем, может быть, сегодня ребята успеют, может быть, я её даже сегодня заберу. А на выходных попробуем отжечь. Ребята, из неработающего, что я нашёл? У меня не работают сидения, ну как, почти не работают. Вот моё только вниз опускается, а вперёд-назад не хочет работать. Пассажирское сидение, оно вообще не работает. Регулярно загорается ошибка по аэрбегам, но я тоже так полагаю, что это из-за сидений, потому что там контакты очень сильно подмокли. Кстати, вчера полностью погас, не горел, ну потому что на пассажирском сидении вообще ничего не лежало, никого не было. Положил печенки на пассажирское сидение, всё, сразу аэрбег загорелся. Ещё бывает иногда движок работает и такой немного с перебоями. Как хромая кобылка. Я думаю, что это из-за бензина, потому что бензина было больше, чем полбака. А сейчас его осталось там полбака. Вот я надеюсь, сегодня туда-обратно я сожгу и залью туда 98-го, чтобы поражать всю эту историю нормально. Как и всех в моих темах, в этой теме нету смысла. Новый сингл от Накана Абонтюристов. Здесь в сборе вся наша компания. Ребята, мы приехали в автосервис. Сейчас машинку будут поднимать, я покажу, что там за жижи. Но сейчас всё сольём и поймём, была ли там эмульсия, есть ли там вода или нет. Тормозилочки у нас в Брэмбо стоят. Очень даже хорошо. Ребята, у меня руль чуть-чуть вправо стоит, когда едешь, я заметил. Спросил мастера, что такое, посмотрел. Здесь, смотрите, рычаг, он кривой. Его прям очень сильно погнуло. И по сравнению с этим, этот ровный. Когда Форт Лив поднимал эту машину, он врачил мне вот эти вот рычаги. Про американские сервисы. Они работают следующим образом. К нему приехала машина. Он тут же позвонил своему поставщику. Сказал ВИН-номер, заказал запчасти, которые нужны. Всё, через 2 часа эти запчасти приезжают в сервис и тебе делают машину. У тебя нет другого варианта. Тут нет такого, как в России, найти запчасти подешевле или ещё что-то. Ну, по крайней мере, я не сталкивался с этим. И в основном, всё происходит именно так. Это вот к слову о том, что сейчас мы заказываем ныжний рычаг на машину. Ребят, смотрите, масло в коробочке, всё чистое. Вот оно у нас. Вот здесь фильтр стоит масляный. Сейчас мы посмотрим по стружке. Ребят, смотрите, магнитик. Ну что, я ещё решил и салонный фильтр поменять тоже. Мутают лучшие части тела. Сижу под машиной. Интересная система закачивания масла. А вы говорите самому заливать жижок. Воздающую. Да, зачем это надо вам сейчас? Смотрите, какая штука есть. Выкачали воздух. Сейчас засасывает антифриз обратно. Полная коробочка, всё. Что, меняем рычажочек, да, вот этот кривой который. Пацаны, смотрите, какой рычаг. Как вы думаете, на таком можно ездить, нет? Ставимся посмотреть, из-за чего сиденья не шевелятся. Что там, настолько страшно всё или что? Мы поменяли масло, мы поменяли антифриз, мы поменяли масло в трансмиссии. Везде жижи чистые, всё нормально. Сиденья мы так и не починили, потому что моторчики вышли из строя. И мастер говорит, проще заменить сиденья. Ну, может быть, да. Ну, посмотрим. У нас воскресенье, утро. И мы выдвигаемся погонять, отжечь. Мы едем в каньоны. Там есть площадочка, куда приезжают все дрифтеры, гонщики и всякие разные интересные ребята. Помню все твои кореллы. Помню, что дарит пламя, я чего бы растаяла. Влюбляйся без победить. И твой маленький мир со мной качлётся, как в моих дней. Всё, подруга, бой огонь. И я еду, но не к тебе. Взлетаю, но не с тобой. Я знаю, ты там не спишь. И, возможно, ловишь разгон. Ты справишься за палом, слушай сейчас. Мой боевой приказ, ты стройчник не даром. Едем, едем, ребята, поджигать. Мы приехали в каньоны. Это Анджелес Форест Нэшнл Парк. Очень прикольное место. Сюда приезжают все люди погонять на выходные. Копов я пока не видел вообще. Мы залили самый высокий бензин, который нашли. Это 91-й. Ну, в России это как 98-й. Соответственно, поэтому мы сейчас сможем нормально так отжечь. Значит, воскресенье в Калифорнии. И люди приезжают на каньоны погонять на разных байках. Ребята знают русские слова. Смотрите, все на байках. Все гоняют по каньонам. Это нереально круто. Мы приехали сегодня отжечь, потому что мы все сделали с машиной. Ну, все сделали по технической части, но не по внешнему виду. Поэтому сейчас мы делаем публики, делаем угла, так как вы просили все. Что еще? Посмотрим, посмотрим, что она может. Ребята! Да, девка! Да, девка! Да! Сегодня я прям ощутил очень крутые чувства, когда она ух, несет. И газу даешь. Это нереально прикольно. Я первый раз так жгу на машине. Я не на одной тачке, то есть не позволял себе такого, чтобы прям, вот, прям, 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 прям дать ей под жопу. Из минусов. У меня загорелся чек-энжин. Я не знаю, что с этим. Будем чекать, будем проверять. Бензин новый. В общем, горит чек-энжин. Я хочу сделать еще разочек, еще пару бубликов. Не осталось ни силы, ни ощущения боли. Тоска изъедена душа, как лечим-то не молит. Все катится в пропасть, причем уже не первый раз. И рабе нулю. Ну и что, погнали! Все кому-то подавим. Матери на пробу, не сердце, крови облитая. За ужином подано. Осталось только грязь на дне кармана. Поделся, как только че, но и че, но и поддержка. Вальс, вальс, вальс. Что-то дымит, дымит. Быстрее. Бойся, танчу, че. Она слышит шаги, а они все тише и тише.